Здравствуйте, дорогие друзья! Я нахожусь в Праге, на территории Пражского Града. Здесь есть очень интересное место, которое называется Злата улочка. Посмотрите, это реально улица, но она очень-очень маленькая. И обратите внимание, какие здесь чудные дома. Если вот так вот встать и померить, то это фактически, наверное, сколько здесь? Ну, метр с небольшим. В этих домах реально жили люди. Дома были построены в 16-м столетии, в эпоху правления короля Рудольфа II Гавсбургского. И фактически это домики пристроены к крепостной стене. Но если зайти в этот дом внутрь... Вот я сейчас встану, у меня рост метр семьдесят. Где тут дверь? То есть люди были реально меньшего роста. И если бы я имела возможность зайти внутрь, то мы бы с вами увидели. Там такие небольшие кроватки, небольшая тумбочка и стул. В общем-то, это все, что необходимо было военным, которые проживали в этих домах. И это была часть гвардии, которая охраняла Пражский град в эпоху Рудольфа II Гавсбургского. С 1916 по 1917 год вот в этом маленьком домике проживал Франц Кавка. Это известный сейчас чешский писатель. Нет у меня хороших слов про него. Ну ладно. А вот домик смотри какой маленький. Ну пойдемте смотреть дальше. Я снимаю. Посмотрим на остальные домики. В некоторых домах сейчас есть сувенирные лавки. И продаются различные поделки ручного производства, да, как сейчас говорят модно хендмейт. И иногда можно встретить такие очень милые вещи. А вот этот чудесный дом, он не просто одноэтажный. Он прям вот полноценный двухэтажный. То есть можно, если вы приедете в Прагу на экскурсию и придете на Золотую улочку, но можно попасть внутрь и увидеть, что люди жили не только на первом, но и на втором этаже. И тоже можно сравнить с моим ростом, насколько маленькие домики находятся на Золотой улочке. Она, кстати, имеет такое название, а не просто так, потому что потом уже, после того, как здесь не жили военные, на этой улице проживали золотых дел мастера. Ну, улочка получила такое название «Золотая улочка». Каждый домик не похож на другой. И, конечно, сейчас темно, такая немножко таинственная обстановка, но днем все лучше видно, и здесь очень красиво. Пестрое такое. Эти домики, они все выкоршенные. И один черный, другой такой оранжевый.